Урок первый. Задача первая. На прямой отметьте последовательно точки А, Б, С, Д. Точки идут именно в таком порядке. Сколько отрезков, на которых не лежит точка С? Один-единственный отрезок. Это отрезок А, Б. Всем остальным отрезкам точка С будет принадлежать. Какие это отрезки, которым принадлежит точка С? А, С, А, Д, Б, С, Б, Д и С, Д. Итак, вопрос. Сколько отрезков, на которых не лежит точка С? Ответ. Один отрезок. Это отрезок А, Б. Задача вторая. Отметим точки так, чтобы точки Л, М, Н, П, С лежали на одной прямой, а точка Т не лежала на этой прямой. Через каждые две точки надо провести прямую. Сколько всего будет прямых? Итак, во-первых, одна прямая, на которой лежат точки Л, М, Н, П, С. И еще будет пять прямых, которые проходят через точку Т и через точки, лежащие на прямой. Это точки Л, М, Н, П и С. Вопрос. Сколько всего прямых? Всего шесть прямых. Одна, да еще пять. Задача третья. Можно ли начертить две пересекающиеся прямые и расположить на них два пересекающихся отрезка? Да, можно. Надо построить эти отрезки так, чтобы точка пересечения двух прямых принадлежала каждому из этих отрезков. Допустим, это один отрезок, а это другой отрезок. Точка пересечения прямых принадлежит и первому отрезку, и второму. Вопрос. Можно ли? Ответ. Да, можно. Задача четвертая. Сколько точек надо взять на прямой между точками С и Д, чтобы вместе с отрезком СД получилось шесть различных отрезков? Если взять одну точку, то тогда получится три различных отрезка. А чтобы получилось шесть, надо отметить две точки. Давайте покажем все эти шесть отрезков. Один отрезок, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот получилось шесть различных отрезков. Вопрос. Сколько точек надо взять между точками С и Д? Ответ. Две точки. Задача пятая. Могут ли семь прямых иметь девять точек пересечения? Да, это возможно. Пять прямых должны быть параллельными, а еще две прямые надо построить вот таким образом, чтобы точка пересечения вот этих двух прямых находилась на одной из параллельных прямых. Вот эта точка пересечения. Давайте сосчитаем все точки пересечения. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Девять точек пересечения. Вопрос. Могут ли семь прямых иметь девять точек пересечения? Ответ. Да, могут. Например, так, как показано на рисунке. Девять точек пересечения.